Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда, мы с вами разбираем события, которые случились на минувшей торговой сессии. Смотрим, опять же, на повестку экономического календаря и готовимся к тому, что может быть интересного в рамках дня предстоящего. Заседание ФРС позади. Да, это очень важное событие. Можно даже сказать, что у нас изначально на эту неделю было 4 серьезных фундаментальных ориентира. Банк Японии, Федрезерв, собственно, сегодня заседание Банк Англии и торговая сессия пятницы, которая, безусловно, будет интересна блоком статистики по американскому рынку труда. Два заседания позади. Сегодня мы сфокусируемся с вами на Банке Англии. И если вы, опять же, посмотрите на содержание экономического календаря, что прогнозируете, что мы можем увидеть, я думаю, что не может не заинтересовать себя факт ожидаемого повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов. Я считаю, друзья, что действительно изменения могут последовать, но если вы помните мое такое субъективное отношение к фунту, не хочется мне отрабатывать, опять же, движение по этому событию, потому что я крайне разочарован тем, что происходит сейчас в рамках британского регулятора. Я недоволен той динамикой, которую демонстрировал фунт в последнее время, потому что вы помните, насколько была аргументирована позиция, почему у британской валюты против доллара ранее были шансы выбраться гораздо выше текущих значений. Но фунт настойчиво, опять же, продолжал снижаться. Да, будучи фундаменталистами, мы с вами находили оправдание такой динамики. Но если все же говорить о перспективах денежно-кредитной политики, на мой взгляд, ожидания роста процентных ставок должны были вытащить весь негатив и придать необходимое ускорение британцу. Не произошло такого, не увидели мы, собственно, этой восходящей динамики. В итоге несколько убыточных сделок. Опять же, многие профи, которые мы сделали по другим активам, фактически съел фунт. Я из-за этого не хочу давать ему возможность снова, собственно, лишить нас приличной части прибыли, опять же, если сегодня что-то пойдет не так. Поэтому я, скажем, говоря языком трейдеров, в случае текущего заседания предпочитаю побыть в стороне, посидеть на заборе и посмотреть за тем, как, в принципе, вообще будет развиваться динамика по факту ставки. Но торговать я британским сегодня не буду. В целом, все же будет идея для тех, кто хочет рискнуть, тех, кто не обжегся на фунте в начале этого года. Я дам конкретную рекомендацию, друзья, но это будет уже чуть позже, когда мы переключимся непосредственно на фунт против доллара. В целом, сегодня ЛИКШ Банк Англии, супер четверг, традиционный день называется именно так, потому что около года назад британский регулятор принял решение, что основные события можно уместить в рамках одной торговой сессии. То есть, если более года назад мы видели, как этот фундаментальный, скажем, блок данных размывался на протяжении всего месяца, сейчас все собрали в один день, поэтому у нас заседание, у нас решение по ставке, по объемам локопоактивов, пересмотра прогнозов по экономическому росту, по инфляции, непосредственно само голосование, распределение голосов, протоколы, и все это в одно и то же время. Сегодня это сокральная такая хронологическая дата, время 14.00 по московскому времени, и все это будет приправлено еще выступлением главы Банка Англии Мартом Карни, который через полчаса после того, как будут приняты решения обо всех вот этих параметрах денежно-карритной политики, даст пресс-конференцию, и будет проводить разбор полетов, объяснять, почему так или иначе, и, конечно же, ему придется отвечать на вопросы. Для тех, кто торгует американским долларом, сегодня можно последить еще за динамикой производственных заказов 17.00 по московскому времени, но, опять же, это отчет, который обычно не оказывает серьезного влияния на доллар, но позволяет оценить состояние еще одного сектора американской экономики, чтобы у нас было уже еще более объективное представление о том, что реально происходит в Штатах. Поэтому смотрим за производственными заказами, я уверен, что они не разочаруют, и, соответственно, вы понимаете, что в перспективе у нас еще поддержка и производственных заказов, которая будет влиять на доллар, будет влиять на решение ФРС относительно дальнейших шагов и темпов ужесточения монетарной политики, и будет, в конце концов, влиять на отработку нашей с вами долгосрочной инвестидеи против йены с возможностью, с желанием таким откровенным увидеть пару выше метки 113 йен против доллара. Теперь давайте чуть подробнее нам нужно подвести итоги вчерашних данных по ОДП и поговорить также по итогам прошедшего заседания американского регулятора. То, что было сказано, хотя лучше сказать то, что было отражено в протоколе, потому что в справедливых заявлениях все-таки это заседание, изначально мы не придавали ему большого значения, хотя бы потому, что после него не запланирована пресс-конференция, когда выступает Джером Пауэлла, и мы прекрасно понимаем, что если у Джерома Пауэлла нет возможности выговориться после важных принятых решений, этих решений не будет, собственно. Мы с этим ждем сентябрь, вы понимаете, насколько этот месяц важен, конец сентября. По-моему, друзья, могу ошибаться, но следующее заседание должно состояться то ли 26, то ли 27 сентября. Соответственно, времени еще очень много, хотя это тоже относительное понятие. Когда-то мы с вами июньское заседание ОПЕК ждали как событие, до которого очень и очень много дней. В итоге оно уже давно позади, мы практически вступили в заключительный месяц летнего сезона. Я уверен, что он также как месяц полноценно быстро пролетит, и будем уже говорить о сентябре и, разумеется, о действиях Федрезерва. Давайте теперь чуть подробнее по основным инструментам, которые мы классически собираем каждый брифинг. Нефтьянка радует нас, потому что нефть снижается. Конечно же, если делать ставку на сел, только такая динамика нам и нужна. Сразу же хочу отметить то, что снижение в рамках дня это только, скажем, цветочки, ягодки еще впереди. Нисходящая тенденция, я уверен, будет продолжена, и нам нужно сломать вот эту поддержку в районе 70 долларов за баррель. Но, судя по всему, мы реально сможем до нее добраться. Сейчас котировки в районе 72,5 долларов за баррель. При этом, разбирая, опять же, новостной фонд вчерашних торгов, можно отметить и, я думаю, безошибочно сказать то, что трейдеры следили за статистикой по запасам. Именно отчет, который вышел по запасам нефтепродуктов, дистиллятов, бензина и по совокупному показателю нефтедобычи, и оказал основное влияние на нефтянку. Но, как вы понимаете, раз уж у нас нефть снизилась, значит, статистика в целом разочаровала. Действительно, потому что мы увидели рост запасов по данным администрации на физической информации. Аналитики, которые классически опрашиваются Wall Street Journal, собственно, изначально прогнозировали, что запасы должны были сократиться. Я признаю, что была в этом логика. Если бы мне задали конкретный вопрос, почему запасы, как вы думаете, должны вырасти, точнее, снизиться, я бы отметил, что мы ведь говорим о летнем сезоне, сезоне автомобилистов, традиционно обуславливающих и определяющих высокую загрузку национальных нефтеперерабатывающих заводов, потому что автомобили требуют топлива. Для того, чтобы были нефтепродукты, нужно перерабатывать, собственно, нефть, и, разумеется, таким образом, такой логикой можно было бы оправдать потенциальное сокращение запасов. Но они выросли. Не знаю почему, друзья, даже, наверное, и не нужно искать ответа. Статистика, она крайне непостоянная, меняется. Мы, и даже если построим сейчас с вами график, увидим то, что плавают из плюсовой на отрицательную территорию. Ну, а в целом, этот отчет, безусловно, был нам на руку, потому что рост запасов – это сигнал для продажи. Почему нефть еще продают? Да потому что поступают вновь и вновь признаки доказательства роста нефтедобычи в Саудовской Аравии России, даже несмотря на то, что где-то там Саудовская Аравия пытается обнадеживать покупателей, что если потребуется, мы готовы будем, ну, я говорю, конечно же, за Саудовскую Аравию, свернуть определенные производственные мощности и сократить и добычу, и поставки. Но не только-то было. Каждый месяц, когда выходят объективные данные, ОПЕК может сокрыть эту статистику, но у нас есть еще оценка от администрации аналитической информации, там тоже анализируют общие показатели добычи в рамках картеля. У нас есть еще и доклад Международного аналитического агентства, есть еще и цифры, которые подводятся и российскими статистиками. В целом, друзья, рост Саудовской Аравии очевиден, я бы даже сказал, могу немного ошибиться, немного. То, что за июнь, за июль в Саудовской Аравии производство нефти выросло примерно на 500 тысяч баррелей в сутки. Россия на текущий момент добывает 11-24 миллиона, то есть производство нефти растет и в рамках данного государства. Ключевые игроки на рынке, как и было обещано, продолжают закидывать пока что свои мощности, точнее свои запасники, хранилища, резервуары, которые присутствуют локально, для того, чтобы впоследствии увеличивать также и экспорт. Но в целом, это все сигнал того, что предложений становится все больше и больше. Я бы, может быть, не стал преувеличивать значимости риска перепроизводства, если бы были откровенные, четкие, безговорочные, однозначные сигналы того, что очень сильно сократились поставки, скажем, из отдельных ближневосточных стран. И уж точно известно то, что Иран по объемам поставок на мировой рынок как игрок выпадет из международных отношений, и в результате чего мировая экономика недосчитается от 500 до 750 тысяч баррелей в сутки. Но пока что мы не можем говорить об Иране как о очевидном риске, потому что этот риск не такой уж и очевидный. Все-таки до ноября, когда вступят в силу санкций США, много времени. Ну и плюс ко всему я говорил вам, что в понедельник на рынке появились признаки смягчения, скажем так, позиции Трампа по иранскому вопросу. И Трамп заявил, что он готов провести встречу с президентом Ирана. Может быть это также начало того, что удастся договориться, удастся все-таки не перегибать палку, и в конце концов удастся сохранить Иран на глобальном рынке, но в том формате, в котором он присутствует сейчас. Это добыча и экспорт около 2,5 миллионов баррелей в сутки. По нефти, друзья, на конец недели у нас остался только отчет Baker Hughes, количество нефтяных терминалов. Но думаю, что он не будет уж сильно определяющим. Мы сейчас во власти общей тенденции, во власти опасений, которые сместили страхи трейдеров за то, что на рынке будет не хватать сырья. И эти риски были замещены опасением того, что на рынке нефть будет больше, чем прогнозировалось. Поэтому я предлагаю ставить на дальнейшие продажи и, собственно, ждать 70 долларов за баррель. Стоило только нефтянке снова пойти вниз, разумеется, логично стало девальвироваться и рубль. Я даже не считаю необходимо сейчас останавливаться на перспективу пары доллар-рубль, потому что я это делал уже много раз. И если бы что-то поменялось в ожиданиях, я бы вам об этом сказал. Ожидания не меняются. У нас, как был ориентир 64-65, так они и остаются. Я думаю, что при пробое 70 долларов за баррель, собственно, этот уровень также попалит доллар-рубль мы увидим. Доллар японская иена, два фактора роста. В связи с этим я хочу предложить вам сделку Байлимит с отметки 111.50. Раньше у нас в начале недели был ориентир 110.50. Давайте его чуть подкорректируем. Видно, что американская валюта восстановилась. Позади уже и Банк Японии как заседание, и позади уже заседание Федрезерва. В целом по Банку Японии ничего не изменилось, политика осталась мягкой. Это значит, программа количественного смягчения будет действовать, денежную массу будут размывать, попытка разогнать инфляцию. И на контрасте у нас Федрезерв, который в ходе вчерашнего дня, разумеется, ставки не пересматривал, но в очередной раз обозначил с исключительным оптимизмом то состояние, которым можно было бы охарактеризовать то, что происходит в американской экономике сейчас. То есть масса эпитетов, комплиментов в адрес экономики, о том, что растут все ключевые сектора, о том, что потребительская активность на многолетних хаях, в результате чего темп экономического роста, такие риски остаются сбалансированными. На мой взгляд, это очень важный комментарий, потому что даже в ваших комментариях, друзья, я вижу отсылки на то, что растут риски торговой напряженности, поэтому они реально могут повлиять на позицию Федрезерва касательно процентных ставок. Но сам ФРС у нас подтвердил, что эти риски не такие уж и сильные, по крайней мере сейчас, для того вектора, который проводится. И главный вывод, который можно было сделать по факту прошедшего заседания, ФРС остается предан вектору последовательного повышения процентных ставок. Значит, ждем с вами сентябрь и рассчитываем на то, что ставка будет понята на 25 базисных пунктов. По сделке мы уже поговорили, советую придерживаться только лишь покупок по доллару. На конец недели у нас еще завтра Non-Farm Perils, EDP, который вышел вчера, очень хороший, это, как вы помните, репетиция перед официальной статистикой. По EDP у нас прирост на 219 тысяч новых рабочих мест. Я считаю, что это крутая база для роста сплошного такого тотального позитива, оптимизма для тех, кто не верил в рынок труда в последние месяцы, либо считал, что статистика может разочаровать доллар, покупаем. Евро против американца снижается, 1.1647, вялые идут торги. Ну, европейская валюта в целом сейчас вернулась, скажем, диапазон своей такой легкой, неинтересной. Про торговки в целом несколько десятков пунктов, это, конечно же, ерунда для спекулянтов, таких, как мы с вами. Это не то, что вообще стоит и хочется ловить. Но в целом по евро-доллару я призываю вас, друзья, не мудрить, ни в коем случае не покупать европейскую валюту, хотя бы потому, что я вам только что рассказал, почему нужно ставить на Росдоллар. Укрепление американца потопит евро, пусть не сильно, но до отметки 1.15 мы должны добраться. Про политические события и новости последних дней особенно выделить нечего. Ну, единственное, что последний комментарий главы Еврокомиссии Юнкера, который, как вы помните, некоторое время назад присутствовал на встрече в Вашингтоне, обсуждал, как Европейский Союз и США могут выйти из вот этого торгового неприятного тупика. Ну, в конце концов, переговоры не то, чтобы затягиваются, может быть, это спланированная дорожная карта. Я не знаю, я не участвую в этих переговорах, но то, что следующий раунд обсуждения пройдет только осенью. То есть Юнкер сообщил о том, что он отправится в Вашингтон снова к Трампу в сентябре. От сентября обещают быть жарким уже, это 100%, потому что на сентябрь у нас уже возможное разрешение торгового противоречия между США и Европейским Союзом. И на сентябрь у нас также уходит еще и заседание Федеризерва с повышением процентной ставки. По евро-доллару предлагаю сделку селлимит с отметки 1.1670 и буду предлагать ее и дальше. Сколько раз мы не протестировали бы это сопротивление, столько я предлагаю вам распределить активность. Фунт против доллара отчасти уже поговорили. Ждем сегодня по британцу заседание, британского регулятора. Ждем сегодня повышение процентной ставки, но не ждем логичной реакции. То есть не ждем роста фунта, хотя, пожалуй, сделаю оговорку, рост в моменте может последовать, но, скорее всего, любое восстановление будет тут же отыграно продавцами. То есть нисходящая динамика к концу дня все-таки будет преобладающей. И я предлагаю соцепить отложку 1.3170, то есть селлимит по британцу в расчете на то, что какое решение британский регулятор не принял бы сегодня по ставке, все равно он сделает заявление о том, что политика в целом должна оставаться преимущественно мягкой, о том, что дальнейшее повышение ставок, если и стоит ожидать, то не раньше уже 2019 года, и о том, что слишком много сейчас рисков для Британии политического характера, это риски Brexit. Поэтому я считаю, друзья, что как раз на этом фундаменте мы можем сломать поддержку 1.30 и двинуть, собственно, ниже. Ну, чтобы снять все сливки из этой сделки, я предложил вам попробовать дождаться все-таки вот этого локального прострела наверх и оттуда уже занимать осел. Доллар-канадец пока что нет у меня конкретной рекомендации, хотя вчера мы видели, что пара просела до минимума, по-моему, за два месяца, это 1.2975. Произошло это на прогрессе по НАФТу, хотя очень, скажем, с натяжкой можно сказать про этот прогресс. Я думаю, что даже и НАФТ сюда не стоит приплетать, потому что в целом прогресс был зафиксирован в переговорах США и Мексике. Ну и только потому, что Мексика один из участников Североамериканского торгового альянса, вот опять же в тех заголовках новостей, с которыми я успел познакомиться, вот почему-то решили притянуть за уши этот фундамент и обречь будущую динамику канадца на укрепление, исходя из этого позитива. Но можно, конечно же, сказать, что если Мексика нашла общий язык США, то, возможно, новый формат, может быть, даже двустороннего торгового соглашения устроит в перспективе Канад. Не буду заявлять это на 100%, потому что вы сами прекрасно видите, что у Трампа 7 пятниц на неделе. Заканчиваем мы, собственно, это с отсылкой на прошлой неделе с позитивом. Пятидневку уходим на выходные с ожиданием того, что стороны все же вернутся к переговорам. И при этом, сколько раз у нас было так, что в понедельник мы с вами начинали с гэпов и с обозначения риска того, что Трамп опять в выходные наломал дров и решил, что не стоит настраивать дружеские отношения со прежними партнерами, а стоит дальше проводить политику протекционизма. Все может повториться, тем более, что речь идет о Трампе, одном из самых непостоянных политиков. Но, в целом, друзья, по Канадцу я, ну, правда, не вижу сейчас каких-то хороших уровней, каких-то ориентировок, потому что он очень противоречивый фундамент. С одной стороны, хочется поставить на перспективу повышения ставки, то есть поставить на рост Канадца. С другой стороны, хочется поставить на резкое ослабление нефти, ну и, разумеется, негатив для Канадца. Предлагаю сохранить эту ожидательную позицию, тем более, что по Канадцу мы очень с вами хорошо отработали в последние месяцы и очень много заработали, можно, опять же, немножечко и отдохнуть. По Австралийцу снижаемся в районе 0,73, 0,73, 0,73 сейчас котировки. Я надеюсь, что, ну, возможно, в ближайшие полторы-две недели мы этот уровень сделаем. Тем, устал я уже говорить о нем, сколько мы возле него, собственно, маячим, но никак он не дается. И вот, как назло, приходит какой-то фундамент, из-за которого пара уходит вверх. Те, кто ждет, друзья, непременно будут вознаграждены. Я надеюсь, что вы не переметнулись на сторону покупателей, так же, как и оставите на ослабление Австралийца. По Новозеландцу, напротив, мы сохраняем длинные позиции. В то же время сейчас идет коррекция. Я предлагаю использовать для того, чтобы снова, скажем, войти в рынок тем, кто уже вышел, либо тем, кто промедлился с прошлыми сделками и сейчас хочет поторговать Новозеландцем, но не знает откуда. Я предлагаю ложку Buy Limits 0,6740. Считаю, что хороший уровень поддержки, даже на дневках можете посмотреть, он очевиден. На мой взгляд, это достойный ориентир, с которого можно будет откупить Новозеландца. В расчете, опять же, на то, что последние отчеты все же повлияют на резервный банк Новой Зеландии и позволят ему тоже примкнуть к перечню тех регуляторов, которые начали повышать процентные ставки, ну или, по крайней мере, обозначили возможности ужесточения монетарной политики. Поэтому здесь тоже фундаментальный подход, на мой взгляд, обоснованный. И я надеюсь, что мы сможем заработать в ближайшие месяцы на этом активе тоже. Друзья, на этом, собственно, все. Ждем заседания Банка Англии. Мы завтра, как и всегда, детально разберем, что же будет сделано, что же будет услышано, о чем будут говорить драги. Надеюсь, что завтра у нас будет с вами возможность говорить о паре фунт-доллар ниже отметки 1.30. Если действительно реализуется такой сценарий, я с большим удовольствием поздравлю всех тех, кто, в отличие от меня, рискнул и все же залез в фунт в преддверии такого серьезного отсчета. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Удачной прибыли в торговой сессии. Как и всегда, не забывайте контролировать риски. Мое традиционное напутствие – плечо, загрузка по депозиту не больше, чем 1 к 10. Ну и еще один инструмент, который всегда поможет вам все же не потерять больше, чем вы можете потерять на высокой волатильности – это уровни стоп-лосса. Не забывайте про них. Всего доброго. До свидания.